Друзья, сегодня покажу вам, как устроена местная барахолка. Мы едем туда прямо сейчас, при том, что это такая очень интересная, большая. Одна есть возле нас недалеко, но мы едем в другой город, она побольше, и там есть, ну, такой специфический, короче, интересный, разный ставчик, вот, поэтому сейчас доедем. Я постараюсь показать вам вообще, что там есть, сколько это стоит. Я думаю, вы будете в шоке от того, что вообще можно купить на местных барахолках. Все, едем туда. В общем, такая вот очень большая барахолка. 20 евро. Офигенный диван, такой типа кожаный. То 25 евро, так сел. Ой, мякинька, сидишь себе прекрасно. Вот при том, что прикольно, что все поделено, как-то тут типа одно, тут другую, тут третье, так достаточно аккуратно ходишь и видишь сразу там, типа, вот тут столы уже, видите, все так сразу сделано. Стол, например, прикольный, 169. Еще есть прикольный, вот здесь много книжек. Они, правда, все на нидерландском, но все равно их много. И очень там много аудио всяких дисков и так далее. И плюс еще есть, конечно же, DVD-диски. И куча-куча этих есть пластинок. Прикольно, сейчас сделаем много вот этих украшений. Такие, как тут диски, тут плакатики, тут вот еще такие кассеты, там где музыка и так далее. Тут вот, где книги, такие типа штуки. Капец прикольно. Ну, выглядит очень необычно. Еще отдельная стойка техникой. По ценам, по ценам. Что у нас? Вот колоночки Филипса, пятерик. Колоночки Сони, десяточку. Это тоже Сони десяточка стоит. Все по 10 в среднем. Здесь, кстати, смотрите, проигрыватель Сони. Прикольный, да? Сколько стоит? 15. Прикольно. Вот один из тоже прекрасных, хочу сказать, огромное помещение с мебелью. Например, огромный стол. Толстый, здоровый, деревянный. Сатэн. Суточку стоит. Стулья по 3 евро. Кожаные диваны, вот, например. Видите, два офигенных кожаных дивана. Один за 39. Вот это вообще в офигенном состоянии. За 49. За 49, блин. Ой, хоть бери и покупай здесь что-то. Квартиру. Правда, квартира стоит, конечно, дохренись. Ну, реально, купить пустую квартиру и просто на 500 евро ты можешь полностью ее все обставить. Офигенный стол с отстылкой. За 7,5 евро. Стоил за десяточку. Диван. Нормальный, современный диван. Вот, посмотрите. Ну, классный диван. 25. Просто 25. О, щет. Заберите, пожалуйста, меня отсюда. Пожалуйста. Вот здесь тоже старый. Сейчас я вам покажу еще винтажный. Тут есть вообще офигенный. Но, смотрите, офигенный старый стол. Офигенный. Просто, ну, в любом пабе вы бы обоссались. Видишь, такой стол. И эти стулья кожаные. Со всеми этими меточками, штучками. Просто. 49 евро стол. А стулья 49 за 5 штук. Обосраться. Куча, куча всего. Я-то еще тоже не все. Это мы так, знаете, сейчас по поверхности прошлись. Тут вот можно взять куча лампочек, торшеров, я так понимаю, еще каких-то вещей. Вообще можно менять их себе. Теперь мы заходим в святая святых. Смотрите, вот это. Тут именно раритетик. Тут все супер-супер старое. Тут отдельная комната. Кстати, сделано просто отдельной комнатой, ты заходишь. Тут все старое. Даже старая проводка какая-то есть, которая вроде как работает. Старые газеты. И вот тут все можно это купить. Это вообще, что это такое? С виду, конечно, выглядит, как будто это пытальная какая-то, но это, походу, весы. Старые, старые весы. Старые весы у нас стоят 6,5 евро, да? Каеф. Смотрите на этот трон. 17,50. Каеф. Трости, кстати, трости тоже офигенные. 3,50, блин, выглядит очень классно. Не знаю, вам на этой камере, блин, может плохо будет видно. Я все на ширик снимаю, но иногда постараюсь его так тоже делать. Вот все очень старое. Но при том, что оно, ну, оно офигенно сохранено. Я не знаю, передает вам это все, знаете, шкурка за десяточку. Тут еще все такое, может быть, вполне себе довоенное или во время военных времен. Чусь щеток каких-то, печатная машинка. Каеф, да? Часики, картины, книги. Вот тоже вот этот слой офигенный. Просто посмотрите на это чудо за полтос. Полтосик, не видно. Блин, часы офигенные, но они не продаются. На них написано, что они не продаются. Вот часы, я вам говорю, мое уважение. Тридцать целый набор сервиза. Я не знаю, сколько он стоит. Но вот на одном из них написано 3,50. И, возможно, все за 3,50. Не? А, значит, 3,50 по отдельности, да. Стол 49 офигенный. Стуль, просто, вот, смотри, передайте стул. Да, старый стул, все дела, но, ну, как бы, он вот с такими металлическими хренями. Вот это все металл. Металл, металл, металл. Ну, как вам такое? Или вот этот деревянный стул. Тоже классно выглядит. Вот этот до 12. Сервиза тоже очень много. Кстати, вот это, походу, ну, мы точно не поняли, но это похоже на... Для чего это? Для праха, да? Ну, мне так кажется. Они думают, что это вазочки. Ну, что-то это связано с прахом, мне кажется. Ну, да, их вот, видите, везде они, и вот такие по 3. Если вы знаете, что это, то вот тоже скажите. Я пока не догадываюсь. Длин, ну, стулья тут некоторые, это просто, ну, отвал всего, я вам говорю. Честно говоря, это иногда больше похоже на музей, чем на барахол. Очень странно, что все это можно купить, и за очень, очень смешные деньги. Ну, были бы еще не у меня, конечно. Так, когда приходится просто ходить и смотреть. Тут еще есть куча вязаного всякого, рукодельничества. Непонятно, это наша старая, новая. Тут вообще не определишь, что все так сохранилось, что непонятно, что... Что тут? Когда-то давно было сделано, что тут бабулька вчера связала. Какой офигенный стульчак, да? Он такой, чисто на низких. Ковры есть, мне кажется, что тоже, возможно, туркменский. Но я не уверен. Туркменский я себе уже купил. Всякая вязаная машинка. Смотрите, есть старые машинки. Тут вообще машинок дофига. Это тут только 3, там есть их больше. Все машинки стоят по 15 евро, чтобы вы понимали. Титан, Зингер. Чтобы это не было, стоит вот где-то по 15. Блин, выглядит, конечно, тоже, я вам скажу. Максимально кайфно, скажите, да? Куча посуды. Чтобы вы понимали, это не просто барахло. Это тоже посуде по 100, по 150 лет. Все этой посуде, оно все промаркировано. Есть много чего из дерева. Тоже старенькое. Все. Блин, и выглядит реально, ну, просто капец. Как-то оформить себе красиво хату можно за двадцаточку тоже посмотреть. Кофеечек бы пить из таких. Теперь мы от Раритета переходим в более современное место. Здесь есть немного военного. В основном здесь где-то такие. Комната, не знаю, 50-х, наверное, 70-х. Вот, видите, тоже. Тут старенькое что-то. Старые пазлы. Блин, пазлы, я не знаю, лет, наверное, обосраться сколько. Явно больше, чем мне. Вот, и тут техника, и стульчики. Представляете, на этот стульчик офигенный. Игровое седло 70-х. Печатные машинки. Какие-то запакованные игрушки. Акай, что это такое? А, это, походу, типа, как сервисный этот. Серверный или под телевизор, непонятно. Тут куча разные оборудочки есть. Какие-то вспышки, проявители. Или что-то для фото. Вот, есть, смотрите, офигенная. Это стиральная машинка, походу. Тоже какие-то машины печатные. Пленка. Молочит. Просто телек старый. Наверное, не знаю, написано, что-то саунд. Офигеннейшие просто эти чемоданы. Тюли. Блин, прикольно, прикольно. Очень классно. Ну, тут реально ходишь, как вот, типа, как в Икеа. Только все еще дешевле и красивее. Здесь какое офигенное. Старая машинка. Со столом вместе, кстати. 32 евро. Капец. Капец. Еще есть отдел с мебелью. Разные кровати. Там детские всякие штуки. Так, кровати, кровати. Что почему? Вот классно кровать, кстати. Еще и поднимается так вверх. Ого, приколдается. 159. Классичная деревянная. 99. Матрасы по 35. Там еще вот на втором этаже есть одежда. Я там не буду показывать. Люди могут переодеваться. Еще что-то. Там тоже куча нормальной одежды. Так что видите, здесь очень-очень много всего интересного. И реально все стоит, ну, вообще недорого. Вообще. И при том, что реально местных здесь много. Я просто стараюсь их не снимать. Но на самом деле они здесь ходят и просто в камеры не попадают. А вот то, что я вам еще хотел показать. Все эти машинки, зингеры. Смотрите, вот еще есть. Тут они, видите, красивенько стоят. Все по 15 евро стоят. Чекайте. 15. 15. Тут есть куча старых еще игрушек всяких. Местных еще. Есть, смотрите, куча брелков. Просто миллион. И брелок по 50 центов. Просто выбирай себе любой брелок. Старая камера тоже есть прикольная. Отчетчики. Куча всего. Тоже в холодильнике по 40. Бельчики такие, конечно, убитые. Но с техникой тут как бы типа не очень на самом деле. Но хотя вот кофеварок вообще миллиард. Реально миллиард. Мы еще на другой были. Там тоже была куча кофеварок. Стоят они по 10, по 15 евро. Способление для великов. Для тачек. Тут всякое свиминг интересное. Вот сейчас он держит открытую дверь. Типа в АТФ. Это типа местные кафешка. Здесь уже все не для продажи. Здесь уже все просто для красоты стоит. Вот этим все можно пользоваться. Ходить тут село. Вот тут очень красиво. Я не знаю, сказать все. Камера не передает всей красоты. Но здесь невероятно вообще уютно. Куча растений. Куча мелких всяких вещей. Просто кусок металла. Скажите, каеф. Старый автомат тоже с каким-то 1 евро кидаешь. Он тебе какие-то там вкусняшки выдавал. Какие-то супераритетные вещи. Они себе походу пооставляли. Но очень классно выглядит. Вообще невероятно. Такая мойка. А, это штука, которая держит. Вот это походу поняли? Это мотор для лодки старый. Вот это ручка управления. Сверху бензобак, а снизу вентилятор. Прикол. Блин, тут реально, тут очень уютно, очень классно. Скажите, каеф. Сделано вообще офигенно. Так вот, друзья, короче, я показал вам местную барахолочку. Так как мог. Скорее всего, я вам потом еще думаю покажу вторую барахолку, на которую мы тоже час ходим. Вот, поэтому это будет не сегодня. Мы туда поедем. Она работает только вторник, четверг, суббота. Сегодня четверг. Но мы уже туда не успеем. Она, короче, очень короткое время работает. Поэтому мы на вторую барахолочку приедем. Она уже в следующий день, в субботу, через 2-3 дня. А, блин, я в субботу работаю. Хочу вам сразу в одном видео 2 барахолочки показать. Так что, скорее всего, если есть материал, то вот он будет сейчас. А если материала нет, то вы продолжаете смотреть это видео. И конец наступает где-то тут. Друзья, нашел для вас огромную. Сегодня хотел показать вам маленькую одну барахолочку. Барахолочка, но сейчас приехали вообще в ангары. Просто ан-га-ры. Радуйтесь. Все штуки, правда, не для продажи, но тоже красивые. Миллиард бус, миллиард книг детских каких-то. Классичная нидерландская музыка. О, смотрите, какие классные. Олдовы, вообще капец. Прикольные. Так, что тут у нас есть? Много, очень много. Тут пластинок, чтобы вы понимали, но миллиард. Реально их тут очень много. В каждой барахолке можно найти миллиард пластинок. Так что, патреончики, вдруг вам нужна какая-то пластинка, скажите. Может, я вам поищу что-то и найду, и потом отправлю. А? Всего таким занимаете. Вот тут их вон дофигища. По цене хорошего автомобиля отдают. Не, ну, я скажу вам, комфорт, амортизация. 50-дюймовые колеса, наверное. Сидуха бархатная. Кайел. Сиди офигенные кресла. Тут жалко, нет цен. О, есть еще даже кресло, походу, массажное какое-то. Там пультик у него свой. Непонятно, сколько это стоит. Есть такие барахолки, где не указана цена, а есть барахолки, где указана цена. И тут не указана. Тут еще много посуды есть разной. Очень прикольно. Видите, здесь желтое, там синее, там белое, там серое. Еще и по цветам все поделено. Куда же без техники? Вы понимали, это тостерница. Чего-как, и нарыл часы, короче, только что. С вотчи. Притом, что вроде неплохие. Вот в этой куче часов. Сижу тут уже очень долго и пытаюсь нам выбрать, что-то. В целом, сейчас такой самолет офигенный. Притом, что очень похоже, что он какой-то прям старый. Не знаю. Вот еще такая тери. Хотя вышли мы уже с барахолочки. Она большая, прикольная, но тут так реально много барахла. Но я взял вот эти свотчи. Они мне обошлись в 2,50. 2,50 евро. Копеек, короче. Ко-еф. Тут вот барахолка, огромный ангар. И вот сзади еще такой же ангар. Сейчас будем еще ходить. Тут офигище. Такой район прям барахолочек. Зашли на еще одну барахолочку. Тоже все похоже. Много всего. Это такие, как комнаты есть. То есть такая тоже комната с антикварчиком. Просто смотрите на этот офигенный метод. Не знаю, что назвать. Походу стоит он 225 евро. Вот такой офигенный шкафчик. Часы. Все такое прям классное. Часы двадцаточку стоят, например. Вполне ок. Не знаю, тут просто тяжело. Тут много, видите, таких всяких мелочей, которые просто, не знаю, мне кажется, скучно будет смотреть. Ну, подсниму вам. А вы же, если что, перемотаете. Вот вязаная бутылка, например, есть. Кек. Тоже еще такие комнаты. Короче, все сделано наподобие, как в Икее. Тоже так подобрано. Тут одно, тут второе, тут третье. Еще часы здоровые. Тоже старый этот есть. Смотрите, что еще взяли. Такие два модных маленьких платочка на шее. Короче, Бартюни обошел я две уже барахолочки мы обошли с Аней. Ну, они большие, прикольные, вот. Но от интересного ставка как бы немного прям. Реально, вот в той, в которой были до этого, там в одном городе, да, который основной репортаж я для вас снял оттуда. Вот там прям офигенная концентрация вот всего. Там и атмосферка какая-то такая интересная. А здесь такие ангары бездушно. Нет, что нет. На самом деле, нормально. Вот, и стоят все понты. Ну, короче, такое. Снимаю еще одну барахолочку. Тут тоже все так прикольно. Тут, кстати, свои меточки есть интересные. Еще покажу вам. Ну, чтобы понять, сколько что стоит. На каждом еще айтеме каком-то. Это просто наклеечка. На каждой наклеечке у нее есть своя цена. Типа вот эти красные, зеленые, оранжевые, черные, разные. Там от пол евро до двух с половиной стоит. Очень много. Тут опять же огромный ангар. Тут бесконечные просто отсутствуют эти цены. И вот эти наклеечки на все. Тут у нас в таком отделе посуды. Куча, куча. Старые, новые, цветные, стеклянные, металлические. Все, что хотите. Тоже такие комнатки отдельные есть. С разными барахлом. Скажите, много всего старенького. Прикольные такие всякие штуки. Непонятные, медные, немедные. Но красивые. Нашел пакет. Пакет. Есть ли у тебя гипс? Прикольные. Мебели. Куча все вообще просто капец. Как это все не купить? Очень просто. Когда нет денег, ничего не купишь. Я вам скажу лайфхак. Прекрасный штул для братюни Гимминати. Огромный деревянный. Нашел пульт. Стоп, смотрите, какого он размера. Просто огромный. Ну, представьте, да, двухметровая рука. И этот пульт. Флэшбэк. Скажите, мы накупили там всякого стаффа для другого проекта. О нем я пока вам не буду рассказывать. Вот. Но он тоже интересный. Он такой более-менее. Формат опробного проекта будет у нас. Вот. Так что будем пробовать. Все получается? Вот такая барахолка. Напишите, как вам вообще барахолки. Ходили ли вы туда? Что вы ожидали? Что вы купили из того, что видели? Блин, на самом деле прикольная штука. Но вот здесь есть прикольное разделение на разные раритетные и нераритетные всякие вещи. На второй барахолке там, в принципе, раритетного не так много, как здесь. Но много интересного стаффа, которым можно, вот, опять же, всякие посуды очень много разного. Стекла очень много разного. В принципе, техники там намного больше, мне кажется, чем здесь. И очень много еще всяких спортивного для, ну, спортивных всяких штучек, штук для кемпинга, штук для просто, ну, не знаю, там, посиделок на даче. Ну, короче, очень-очень много всяких интересных вещей. И на второй барахолке цены, блин, чуть ли, мне кажется, не в два раза, чуть дешевле. Хотя и тут дешево. Но то, что тут стоит 5-10, там стоит 2-5 евро. Поздравляю вас. Вы досмотрели практически 20-минутное видео про барахолку. Осталось совсем немного вам. Да, вам осталось подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, поставить лайк. И, возможно, еще подписаться на патреончик, чтобы меня поддержать. На любую сумму, какую там хотите. Я туда постчу там фотографии, иногда ссылочки на какие-то видео, вот, эксклюзивно. Так что, если хотите, то подписывайтесь туда. Смотрите, что у меня еще для вас есть. Вот чисто для тех, кто остался до самого конца, я вам покажу одну вещь прикольную. Вот такую, смотрите. Это яйцехранилище. Яйцехранилище. Не знаю, как это правильно назвать. Самое прикольное, это то, что, видите, она на 4 яичка. И она очень классно звучит. Не так. Она не красивая. Она не красивая.